Охотники за привидениями с самого старта проекта работали буквально без выходных. Что-то странное вообще со мной происходит, а никому сказать об этом не могу. То зеркала разбиваются, то свет гаснет. Я не знаю, что с этим делать. Я точно знаю, что что-то в этой квартире не так. Неудивительно, что однажды они нам рассказали одну историю про себя. В общем, удалось кое-что здесь зафиксировать. Как ты видишь, достаточно наглядно, даже на обычных камерах проявляется. Да, вижу всплески здесь, хотя... Подожди, это же кино. Это мы совсем с тобой уже заработали. Бывает, ладно. Хотя вот на ту из Купчина, помнишь, похоже. Хорошая, кстати, была. В туалете жила в парикмахерстве. Да, да, да. Мы посмеялись и сделали из этого ролик, но всем было понятно, что что-то нужно менять. И охотники решились на отчаянный шаг. Когда мы появились в эфире, нам стали приходить сотни писем из всех уголков России. Слышите, что у меня очень сильно беспокоятся. Люди, которые устали жить в постоянном страхе, просили помочь. Мы ответим на ваши заявки. Мы начинаем большую охоту. Естественно, что редакцию завалили письмами. И охотники отправились в турне. Сегодня мы отправляемся на большую охоту по всей России. Обратите внимание на человека с камерой. Из турне мы получили видео, на котором был тот самый человек. Что именно случилось нам так и не объяснили. Но это видео так и не попало в эфир. Снимаем. Что, череп? Реально череп? Да ладно. А что ты его тогда взял? Ты дурак, что ли? Ты сейчас заразишься, чем вот это? Делюсь с вами, чтобы вы могли сами решить, была ли это черная шутка команды охотников. Или с ними действительно произошло что-то ужасное. Из страны идет кровь. Новые эксперименты в мире непознанного. В это можно не верить. Но в этом нужно разобраться. Не вмешиваемся, продолжаем наблюдение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова